Дорогие друзья, я приветствую вас из американской столицы. Дорогие нью-йоркцы, поздравляю вас с новым мэром. Дорогие босконцы, поздравляю и вас с новым мэром, дорогие вашингтонцы. И вас поздравляю с благополучным возвращением президента из его европейского турне обратно домой в Белый дом в Вашингтон. Вернулся президент еще в ночь или ранним утром позу почти рано вчера. И вчера уже пытался адаптироваться, сегодня уже приступил к работе. Но никаких серьезных мероприятий не назначено. Понятно, с одной стороны, устал после трудов праведных во время многочисленных встреч, переговоров, выступлений. Несмотря на все оговорки и ляпы, все равно полтора часа общения с Папой Римским затмили все остальные нюансы визита Джо Байдена в Европу. И, конечно, то, как его принимали в Ватикане, для него, для католика, на всю оставшуюся жизнь важнейшее событие. Это событие может быть порукой и к тому, что пересекающий южную границу в большинстве своем католики. И на это благословение Папы Римского, судя по всему, католик Байден получил. Насчет того, насколько обрадовала Байдена такая хиленькая победа губернатора штата Нью-Джерси, демократа, сказать трудно. Уж очень он как бы слабо победил, все еще досчитывают голоса. А вот поражение его откровенного протеже демократа Вирджинии, причем такое буквально разрушительное поражение, конечно, огорчило. И даже президент в своей реакции на победу республиканца Вирджинии сказал, что заподозрил, что, может быть, правительство во главе с ним делает что-то не так. Теперь как раз, наверное, настало время разобраться. А что не так? Что не так в Вашингтоне? В Вашингтоне оказалось не так содержание тех самых заключенных, которые в следственных тюрьмах находились еще сразу после событий 6 января. Они все еще подследственные, но условия содержания, как они заявляли, очень даже неважные. Вот почему уже была проведена инспекция. Большую часть перевели в пенсильванские тюрьмы или в следственные изоляторы. И констатировали, что действительно содержание заключенных в следственных изоляторах Вашингтонской тюрьмы не самое благополучное и не отвечает действительно американским тюремно-предследственным стандартам. Так что в этом будут разбираться. В определенном смысле тюрьма, находящаяся на территории Вашингтона, это тоже под покровительством и под контролем мэра города. И раз уж я поздравила с новыми мэрами сразу два обожаемых мною города Нью-Йорк и Бостон, то уместно сказать о мэре города Балтимора. Но до того, как я вернула... Города Вашингтона, прошу прощения. Мэр города Вашингтона, женщина Мюррель Баузер. Но прежде чем я расскажу о ней чуть-чуть подробно, хочу рассказать о других двух женщинах. Одна из которых нам хорошо знакома. Это, можно сказать, легендарная пресс-секретарь Белого дома Джеймсаки продолжает быть на карантине. И ее, которая все еще на карантине, замещает Карин Пьер-Жан. А вот Карин Пьер-Жан, в отличие от Псаки, ни у кого не вызывает никаких сомнений и недовольств. Она невероятно умная, невероятно образованная и очень современная. Она гаитянка по происхождению, она темнокожая, она лесбиянка, по своей сексуальной ориентации откровенная, не скрывающая более того, ее половинку или ее подругу жизни, с которой у нее даже есть совместный ребенок. Зовут Сюзан Мария Мальво. Это одна из самых знаменитых ведущих CNN, которая работала и работает в международном отделе. И, безусловно, сегодня взоры журналистского сообщества очень внимательно следят за то, как четко, однозначно и умно отвечает столь широко образованная. Пьер-Жан не исключено, что и после возвращения Джейн Псаки Карин Пьер-Жан будет чаще на журналистских брифингах в Белом доме. Так вот, в отличие от Карин Пьер-Жан, мэр города Вашингтона не объявляет официально о своей сексуальной ориентации. Она никогда не была замужем, она живет одна, но не совсем одна. Она взяла на воспитание очаровательную маленькую девочку, удочерила, и живет с этой девочкой. А что касается ее настроений, это тайна за семью печатями. Зато совсем не тайна, а официально объявленная сегодня новость, связанная с мэром города Вашингтона, то, что она собирается выдвигать свою кандидатуру на пост мэра на третий срок, уже в скоронаступающем 2022 году. Судя по тому, как она любит свой город, а как жители Вашингтона любят ее, вероятнее всего, что она станет мэром на третий срок. У нее почти нет никаких недостатков. Так любят говорить жители Вашингтона. Она действительно много строит, много приводит в порядок, а в Вашингтоне есть, что приводить в порядок. И еще об одной теме сегодня много-много обсуждаемо в Вашингтоне. Это тоже легендарный Джесси Джексон. О, наверняка вы, дорогие радиослушатели, знаете, что это правозащитник, борец за права чернокожих. Тот самый Джесси Джексон, что был молодым соратником у Мартина Лютера Кинга, состарился. Теперь, когда ему за 80, у него уже и Паркинсон, и, к сожалению, не та мощь и отвага. Конечно, его сын Джесси Джексон-младший, что был членом Конгресса, всячески пытается заменить папу на всех его поприщик. Но тогда, когда все-таки папа оказывается в горниле борьбы за права чернокожих, что случилось в Хобарт-университете в Вашингтоне еще в прошедший понедельник, то случается всякое. В частности, случилось то, что во время демонстрации протеста за права чернокожих, которых, как выясняется, в Вашингтоне не так активно вакцинируют, как белых. Так вот, во время этого то ли оступился, то ли толкнули, но Джесси Джексон упал и усильно ударился головой. Пришлось его госпитализировать, очень волновались о его состоянии. Но, слава богу, сегодня он уже выписан. Паркинсон у него не прошел. Говорят, что появились даже элементы эдакой деменции. Кстати говоря, в Вашингтоне к Джесси Джексону относятся как-то не очень. Объясню, почему. Потому что он, борец за права чернокожих, позволил себе однажды усомниться в патриотизме темнокожей общины самого Барака Обамы. Сказал, что Барак Обама свою белую половину любит больше, чем черную. Это ему простить не могут в Вашингтоне. Вот почему то, что он оказался в больнице и выписался, это, конечно, хорошо. Но чтоб так за него переживали, увы, сказать не могу. Зато радуются тому, что возвращается культурная жизнь. И в ближайшую субботу на большом стадионе, где будет собрано более 5000 человек, будет не спортивная игра, а оперная эстафета, где на огромнейшем экране будет производиться то, что прямо под экраном лучшие оперные певцы вашингтонской оперы будут демонстрировать свое искусство. И это будет совершенно бесплатно. В зависимости от того, насколько велик интерес жителей Вашингтона к оперному искусству, будет понятно, насколько не угасла за время пандемии культурная жизнь в столице. Туристическая жизнь тоже не угасает. И потому я уже в ближайшую субботу отправляюсь в длительное путешествие от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка за 15 дней через всю Америку. Можете еще присоединиться. Можете выбрать любую половину. Заглядите на мой сайт Анна Топоровская одним словом skv.com.com и готовьтесь к новому путешествию. Желаю вам хорошего настроения, хорошего, доброго здоровья в эту все еще продолжающуюся пандемию. С любовью к вам из Вашингтона ваш человек в DC Анна Топоровская. Субтитры создавал DimaTorzok